Первый и единственный в России музыкальный информационно-развлекательный телеканал с синтронным вещанием в ФМ-диапазоне. Телерадиоканал, страна ФМ, один на всю страну. Друзья, всем салют. 12 часов 4,5 минуты московское время. Это телерадиоканал, страна ФМ. Меня зовут Роман Шахов. И у нас сегодня гости. Интересные люди, и я их сейчас буду представлять. Итак, российский актер театра и кино, продюсер, театральный режиссер, заслуженный артист Российской Федерации Владимир Скворцов. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Вястье, Роман. А также театральный критик, заведующий литературной частью театра «Человек» Александр Веслов. Правильно? Веслов. Веслов. Ну, это обычная ошибка. Начиная со школы, всегда Веслов, Веслов. Александр Веслов. И скажем еще, что Владимир Скворцов является режиссером театра «Человек». Ну, главным режиссером. Главным, главным режиссером. В театре «Человек» много чего делают для людей. И давайте узнаем, что именно, что сейчас делают. Ой, ты знаешь, улучшают человеческую породу, я сказал. Правильно говорить, много делают людей. Делают людей лучше. Вообще почти в любом театре делают людей лучше. На самом деле человек особенный. Потому что он очень маленький. Знаете, мы недавно выяснили, что есть... Как-то определили, что в Москве есть большой театр, есть малый театр, а есть самый маленький театр. На самом деле он, я думаю, может бороться с званием самого. Ну, он не самый маленький. Сейчас, мне кажется, Владимир подсчитывал количество труппы, да? Ну, а какой меньше? Кого? Количество труппы? Ну, сколько людей у вас, да? Нет, маленький имеется в виду с точки зрения заведительного зала. Да, да, да. Вместимость очень интимный, камерный. Слушайте, у нас вообще два зала. Один большой зал, который... На 56 человек. Ну, на 56. Ну, может расширяться до 70, наверное. Нет, на самом деле, бывали случаи, что и до сотни, да. И до сотни. Ну, официально 56 посадочных мест. А вторым 48, ну, до 48, а там хороших, удобных 35. Итак, на этих местах удобных, что и когда мы можем посмотреть? Это мы сейчас сразу, вот уже в финал практически забегем. Ну, слушайте, ваш творческий план. Давайте начнем с козырей. Что ж такое-то? Что ж тянуть-то? Ну, выкладывайте козыри. Конечно. Выкладывайте козыри. Как заведующий, главный по литературным тарелочкам. Ну, значит, у нас тут... Начать, во-первых, с того, что у нас сейчас в этом году мы готовимся к киберийному сезону, который будем отмечать в следующем году. И следующий у нас сезон будет ключевой. А этот сезон, он обещал многое. Но случилась такая у нас небольшая проблемка. Был театр закрыт пожарными, бдительными пожарниками. Я считаю, что, наверное, это правильно. Хоть мы и обижаемся, и злимся, и сердимся, наверное, это правильно, учитывая, что не дай бог, да? Вот. Поэтому сейчас вот устраняются... На три месяца литерат закрыт. Устраняются сейчас у нас все... Недочеты. Недочеты. И надеюсь, что в конце мая мы вновь распахнем двери для всех своих 56 и 45 зрителей. И будем восполнять то, что не успели, к сожалению, вот из-за этой вот... Ну, это технические моменты, которые бывают. Будем восполнять уже в конце мая у нас премьера спектакля «Кроткие». Не «Кроткая». У Федора Михайловича Достоевского есть спектакль, есть знаменитая повесть. 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 «Кроткая». Рассказ. Фантастический рассказ. Сформулировали. Владимир Евгеньевич поставил спектакль очень любопытный по этому произведению. Он называется «Кроткие». Вот там много чего в этом артиле происходит. Там впервые в мире звучит Достоевский на кабардинском языке. Он не был переведен до этого на кабардинский. Благодаря этому спектакль. На кабардинском языке? На кабардинском языке. Ничего себе. Но не весь так на кабардинском. То есть не будет там частично, не фрагментарно. Небольшой фрагмент на кабардинском языке. Вот. И надо сказать, что сам Володя, мне кажется, совершенно замечательно играет эту роль главного героя. Такая, можно сказать, вообще ролюха «Будь здоров». В свое время там... То есть это вот ростовщик. Да, Олег Борисов был знаменитый легендарный спектакль «Кроткая». Потом в Москве идет спектакль «Тюзи». Замечательный артист Игорь Гордин играет эту роль. То есть это такая... В общем, это достаточно серьезный вызов для артиста. Но если это... На мой взгляд... На мой взгляд... Потому что я видел этот спектакль. Он сейчас переносится на сцену «Человек». Он был поставлен как продюсерской компанией. Я их видел... Сейчас могу говорить смело, абсолютно без всякого лизоблюдства. Потому что когда я видел, я еще не работал с Владимиром. Не был его подчиненным. Мне кажется, это действительно выдающаяся, прекрасная, мощная актерская работа. Вот. Это то, что самая первая у нас... Самая первая премьера. Мы о ней еще поговорим. Давайте сделаем небольшую паузу. Немножко посмотрим, послушаем музыки. А потом Владимир Евгеньевич тоже добавит. Будьте в компании «Странный ФМ». Первый и единственный в России. Музыкальный, информационно-развлекательный телеканал. С синхронным вещанием в ФМ-диапазоне. Телерадиоканал. Страна ФМ. Один на всю страну. У нас в гостях люди театральной жизни, московское театральное искусство. Александр Вислов, театральный критик, заведующий литературной частью театра «Человек». А также Владимир Скворцов, главный режиссер. Скворцов, театр «Человек». И мы готовим вас к тому, что все пойдут в Москве смотреть спектакль «Кроткие». И давайте-ка спросим у Владимира Евгеньевича, как вообще работалось над этим? И как возникла идея взять именно вот этот рассказ Достоевского? Вообще идея возникла в, как Сан Саныч сказал, что в неком продюсерском проекте. Да, это был продюсерский проект, и до сих пор он остался, «Скворцов театр». То есть мы с моим однофамильцем и моим другом по фамилии Скворцов, я не буду сейчас афишировать кто, но неважно, он просил не афишировать. И такой создали некий дуэт, не знаю, Скворцов театр, который обозвали так, потому что, ну, Скворцов и Скворцов. Ну, хороший название, да. Вот, в котором было сделано два спектакля. Один же эксперт монологии, это моноспектакль, а второй вот кроткий по Достоевскому. Сан Саныч потом расскажет, или не надо, наверное, расскажет. Сан Саныч был свидетелем, вот, и не поклонником первого спектакля, на что я решил, это был показ на фестивале в Челябинске «Человек театра». И, по мнению Сан Саныча, спектакль прошел неудачно. Несколько много внимания в моей персоне, мне кажется, Владимир Евгеньевич. И нужно, мне захотелось какого-то реванша. А кроткую хотелось делать давно, действительно, давно играть. И даже были идеи какие-то, но не связалась с режиссерами, которые это делали. И так случилось, что пришлось делать мне. Ну, захотелось мне это делать. Мы с моим соавтором Татьяной Саульской сделали инсценировку, перенесли это все в современное место действия. Ну, да, да. И немножко видоизменили, то есть там кроткой, без кроткой, обычно, так сказать, как монолог делается. А тут спектакль на троих, без кроткой. То есть мы вообще, в принципе, исключили. Сейчас не буду все это открывать. Кроме рассказа, и кроме основного, так сказать, детективного, мистического, можно сказать, рассказа, происходит еще три сюжета, которые Достоевский не написал. Параллельно этому всему происходит. Поэтому вот такое, вот знаете, современное прочтение. Прекрасно. Давайте-ка скажем, где это можно увидеть, прочтение, которое длится 1 час 40 минут без антракта. Вот такой спектакль существует уже около года. И поездил он по фестивалям. И сейчас он начинает жить именно в Театре Человек, в репертуаре Театра Человека, Московского драматического театра Человека, который находится на скатертьном переулке, дом 23А. Премьера будет московская премьера. Именно официально московская премьера. 24 мая, потом будет 30 мая. Билет продается на сайте театра. А до этого мы успеем съездить на театральный фестиваль. Буа. В Буа мы успеем съездить. Это будет потрясающее место. Мы сейчас строим татарский ави... В авиационске, наверное, слышали все про авиационский фестиваль, главный российский, в мировом масштабе театральный фестиваль. Вот есть такое богоспасаемое место в республике Татарстан, город Буинск. Он же Буа. По легенде, это связано с Екатериной, которая там в этот момент... Буа говорят, что это лес по-французски. Вот вроде бы там... Что это спросила она? Буа, матушка, ответил Григорий Потемкин. Вроде вот так легенда решена. В общем, одним словом, замечательные люди, замечательное место, маленький город. Ну, авиацион тоже небольшой, поэтому сейчас вот там закладываются серьезные кирпичи в основании татарского авиационного. И вот мы на этот фестиваль скоро отправимся. Надеюсь, что... Ну, надеюсь, что доедем. Надеюсь, что, так как все туда не смогут отправиться, хотя бы Владимир в Инстаграме это отразит. Да, обязательно. Ну, фестиваль фестивалем, но и Кроткий был задуман именно как фестивальный проект. То есть мы уже проехались по нескольким фестивалям, и там получили достаточно неплохой резонанс. И даже был один предпоказ в Москве летом прошлого года в театре Терезы Дуровой. И это был пробный такой предпоказ, но там набил какой-то биток был в зале, и потом интернет просто взорвался. Для меня было удивительно, что там весь Фейсбук как-то по этому поводу трясло. И мы решили вот его проиграть в Москве, и такой на регулярной основе. И надеюсь, что, ну, во всем случае, и поклонникам Достоевского, и поклонникам современного театра это будет интересно. Поклонникам Скворцова особенно будет интересно. Пока вы заходите на сайт Театра Человек, у нас небольшая пауза, после которой продолжим. Первый и единственный в России музыкальный информационно-развлекательный телеканал с синтронным вещанием в ФМ-диапазоне. Телерадиоканал Страна ФМ Один в нашу страну Владимир Скворцов, а также Александр Вислов в гостях у телерадиоканала Страна ФМ люди из Театра Человек. Так, мы говорили про кротких, давайте, значит, продолжим эту тему. Спектакль был показан, спектакль всем понравился, и сейчас он как раз продолжает жить. Сейчас начинает он уже свою жизнь в Москве. То есть, премьера 24 мая, 30 мая повторная. Это в Московской, до этого на фестивале в Буинске, после этого на еще одном фестивале в Хакасии. В общем, это такой современный взгляд на Достоевского. И играют, кроме меня, играют замечательные артисты Светланы Свибильская. И вы ее знаете, нам многим известно. И молодой артист нашего театра Мурадин Хуранов. Как раз он кабардинец. И, в общем-то, кабардинский язык звучит благодаря, собственно говоря, ему. Поэтому приходите, приходите в Театр Человек. Билеты, друзья, на сайте Театра Человек. По поводу названия, слушайте, Человек. Вот расскажите, как оно возникло. Потому что вроде очень красиво, но почему до вас никто этим не воспользовался? Человек. Как это все? Не то, что до нас. Мы к этому не имеем отношения, к этому прекрасному названию. Кроме того, что сейчас служим в этом театре. Это замечательная женщина, Людмила Романовна Рожкован, основательница театра. Как-то 45 лет назад. По-моему, это была самодеятельная театра-студия при Московском энергетическом институте, если не изменяет мне память. И вот как много инициатив прекрасных, как много делитих театров возникло из самодеятельности, из какого-то кружка единомышленных, из кружка товарищей, которым интересно вместе, интересно заниматься театральным искусством. По большому счету, Московский художественный театр, по большому счету, с тех пор и поправками, тоже возник из такого же кружка любителей сценического искусства. Так что вот 45 лет назад возникла эта идея, возникло название Театра Человек. Это было связано, если я не ошибаюсь, с тем, что один из первых спектаклей был посвящен Владимиру Владимировичу Маяковскому, и назывался, по-моему, как-то тоже Человек Маяковский. В общем, название прижилось, и при том, что оно вроде бы такое не очень... Обычно театры называют, особенно новые театры, театр там-то, театр на улице такой-то, театр района такого-то. Ну вот такое, несколько амбициозное, по-хорошему амбициозное, красивое, и эффектное название. И вот театр наш переживал самые разные этапы своего развития, но у него были какие-то ревена мощных прорывов. Такой прорыв был там знаменитый в конец 80-х... Начало 80-х годов, легендарный спектакль «Мигранты», поставленный Михаилом Макеевым с Арманом Козаком и Александром Феклистовым. Это мои педагоги. Вот, да, это важно, это важно. По счастливой случайности, по странной случайности, я, в общем-то, можно сказать, считаю себя продолжателем, наверное. Конечно, да. Потому что начинали мои действительно здесь, в этих стенах. Да, это был такой подпольный... Еще в позднебрежневское время вышедший подпольный спектакль. Поначалу как подпольный шел, там орелом таинственности было все окружено, но спектакль был на самом деле великий. Был период, когда Сергей Васильевич Женовач пришел сразу после ГИТИСа в этот театр с группой своих артистов, ныне знаменитых, известных, с Розановой, с Тарамаевым, с Качановым, и поставил несколько спектаклей, на которые тоже ломилась вся Москва. Было еще несколько интересных периодов. Там был период, когда Гаркалин работал на этой сцене, режиссер Виктор Шамиров поставил замечательный спектакль. И вот сейчас наступила, не боюсь этого слова, эпоха Скворцова. Да, друзья, что еще крутого будет в эпоху Скворцова, мы об этом узнаем чуть позже. Будьте в компании «Страны ФМ». Дамы и господа, театральный час на телерадиоканале «Страны ФМ» продолжается. Напомню, в гостях у нас Владимир Скворцов и Александр Вислов, представители замечательного театра «Человек». Мы говорили уже про название, про то, что совсем скоро «Кроткие» в Москве будут, так что приходите, смотрите все подробности на сайте театра «Человек». Ну и есть же другие еще работы, правильно? Немало. Ну не так, чтобы очень много, но немало тем не менее. Давайте расскажем, что еще в афише. Вообще, конечно, заканчивая предысторию про театр «Человек», хочется, я хочу сказать, что вот Людмила Романовна, Рожкован, которая жива и немножко, так сказать, она не очень хорошо себя чувствует. Пожелаем ей действительно крепкого здоровья. Мы постоянно ее вспоминаем. И, в общем, только добрым словом, она является почетным президентом нашего театра. И она, в общем-то, набрала замечательную труппу. В труппе всего лишь только 12 человек. Но мы ее пополняем молодыми артистами. Вот, видимо, будет даже просмотр, какие-то нам нужны единицы в штат. Вот, труппа замечательная, труппа разносторонняя, труппа, так сказать, ориентированная на разные жанры. И вот долгое время театр «Человек» был театром абсурда, так он назывался. Единственный в России, наверное, театр. Ну, это неофициально, но установка была у Людмила Романовна. Опять же, это связано с тем, что она была такая... То есть, и остается таким бойцом. И когда абсурд не очень приветствовался, драматургия абсурда не очень приветствовалась в Советском Союзе, она вот последовательно строила репертуары именно с упором на такую вот драматургию абсурда, на мрожика, как я уже упоминал, на иммигрантов, на рабале и на всех вот таких... Ну, есть запретный плод зарубежной драматургии. И сегодня, надо сказать, ее репертуарь сохраняется в репертуаре. Хотел это сказать, Александр Александрович. Извини, 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 говори, говори, говори. У нас в театре, конечно, сейчас немножко отходит эпоха вот этого театра абсурда, у нас немножко иначе, но спектакли мы сохраняем, естественно, потому что они очень крепко сделаны при режиссуре. Я считаю, что профессионалам просто необходимо посмотреть спектакли, профессиональным людям. И спектакли Людмилы Романовны, например, у нас три названия в театре, которые она поставила. Это «Зигзаги», это «Клопомор» и «Зима под столом». Три спектакля, которые сделаны достаточно крепко при режиссуре. Красиво, «Зигзаги», «Клопомор» и «Зима под столом». Круто же звучит. Довольно крепкие и по режиссуре, очень для меня просто почетно иметь такие спектакли. Мы, конечно, их сохраняем и будем сохранять. И артисты с удовольствием там играют. И артисты хотят сохранить эти спектакли, что для меня немаловажно. У меня трупа, нам досталась трупа, которая хочет работать, и действительно замечательные там есть прекрасные имена. Посмотреть всех можно и даже нужно. И у нас есть еще спектакли, сделанные, значит, еще различными направлениями. Различными направлениями, различными режиссерами. Поэтому вы смело можете идти на любой спектакль. У нас много-много разного и разножанрового идет. Да, «Поющего поросенка», да, Кроких? У нас такой ребёнок. Как, собственно, должно быть в биртуарном театре. Но я бы хотел маленькую поправку внести, Владимир. Вы сказали, что сейчас немножко меняемы наши установки, что вот эта эпоха абсурда. В широком смысле слова. Но я бы сказал, что ваша премьера спектакль под названием «Биография», он все-таки тоже... Не то, что вот в эту вот линию западной, сложной, западной, такой, с мистическим неким налетом драматургии, он все-таки, мне этот спектакль «Биография» тоже можно отнести. Мне кажется, этот спектакль, который, собственно, стал первым спектаклем Владимира по большому счету в этом театре, премьера в этом сезоне состоялась, мне кажется, что это какой-то вот не случайный именно «Биография», случайный фриш, что вы немножко отдали дань направлению этого театра, ключевому в этом спектакле. Ну, я же вам говорил, что на самом деле для меня, когда я вам говорил лично, сейчас скажу всем, что когда я еще будучи студентом ходил рядом с театром «Человек», я облизывался, мне еще хотелось там, в этом театре быть на сцене. Мечты сбываются. Да, ну, зашел я с другой стороны. Соответственно, какое-то мистическое роковое направление вообще, в принципе, неотъемлемая часть, ну, для меня и искусства, ну, моего искусства и составляющего. Поэтому, скажем, и последний, самый спектакль, который я сделал в Твери в рамках проекта «Играем вместе» в Тверском тюзе, современную драматургию Марины Крапивиной, «Тайм-аут», там тоже эта история прослеживается. Ну, вот так вот, да, 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 люблю я поэкспериментировать. В общем, биографию тоже можно посмотреть. Биографию не то, что можно, а нужно посмотреть. Мне кажется, это действительно... Ну, в афише есть она, да? Это действительно большая удача, не боюсь этого слова сказать, театра и Владимира, замечательных артистов, которые заняты в этом спектакле. Идея Макс Фриша вообще пришла, на самом деле, тоже не случайно, потому что был вариант, что ставить, с чем входить, первая постановка. И в свое время Дмитрий Брусникин, который тоже являлся одним из режиссеров и долгое время, ну, работал в театре «Человек», в свое время нам, будучи студентом, прочитал эту пьесу Макса Фриша, мы обсуждали, хотели даже делать на курсе, но так и не дошло до этого. И вот как-то я, перечитав, вспомнив, решил, что вот именно с этим нужно, с этого нужно начинать. Премьера была назначена где-то на декабрь, мы так, в общем-то, нам Департамент по культуре города Москвы помог с этим проектом. Мы, значит, позвали на роли, кроме артистов труппы, Дмитрия Филиппова, Мурадина Хуранова и Антона Шурцова, мы позвали на роли Евгению Крюкову и Анатолия Кота, довольно известные артисты, чтобы они играли главные роли. Вот у меня, в принципе, спектакль не бывает не главных ролей, у меня все персонажи одинаково главные, поэтому вот соединив, вот и сделав такой микрокосм вокруг, внутри этого спектакля, вот мы так, в общем-то, и выступили. Спектакль ближайший будет 31 мая. Вот, друзья. 31 мая в Театре Человек и еще два числа в июне, по-моему, 6-го и 12-го. Тоже билеты, по-моему, продаются? Или уже не осталось? А все подробности есть на сайте Театра Человек. Первый и единственный в России самый яркий, самый музыкальный телерадиоканал Страна ФМ. Один на всю страну. Дамы и господа, мы продолжаем. Тема у нас сегодня в гостях Владимир Скворцов и Александр Вислов. Талантливые люди из Театра Человек. Что в целом в театральном мире происходит? Какие события грандиозные? Что там вообще? Расскажите нам, людям, вот радиотелевидение. Бурлит, бурлит театральная жизнь, громокипит, много всего. Сейчас вообще в России, на мой взгляд, сейчас какой-то театральный ренессанс мы наблюдаем в России, масса всего интересного, масса замечательных спектаклей. Не только в Москве, сегодня как-то провинция очень рванула. Владимир знает, он не пытался слышать, он поставил, он говорил про Тверь, а вообще он такой режиссер, который как-то покрывает постепенно Россию своим объемом, два спектакля в Нижне-Тальгинском драматическом театре я сделал с продюсером Ольги Галактионовой, спектаклями «Нижеподписавшиеся», открыли по-новому Александра Гельмана пьесу и «Трамвай желания», недавняя премьера, которая сейчас поет, по-моему, на два фестиваля тоже каких-то. Класс. Вот сейчас Сан Саныч уже видел эту историю. И в Норильске «Пиковую даму» сделает. Так, ну мы еще видели у вас, дорогой Владимир, в Инстаграме, «Басни Крылова», которую вы читаете с Александром Калягином. Вот тут вот об этом давайте-ка поговорим. Я тоже читал, кстати, «Басни Крылова». Да, да. Да, это наш проект. Дело в том, что мы в этом году отметили, я считаю, что как-то так вот немножко забыли у нас в стране про великого нашего, наше все, по-человеку Александру Сергеевичу, такого масштаба у нас не так много литераторов. Иван Андреевич Крылов ему исполнилось в феврале 250 лет со дня рождения. И как-то немножко, мне кажется, чуть-чуть позабыли наши люди, которые обычно устраивают большие государственные праздники. И мы решили восполнить этот... Потому что уж кто-кто, Иван Андреевич, которого мы впитываем с молоком матери, при прямом смысле слова. Но все, наверное, поступают в театральные вузы благодаря Иван Андреевичу. Конечно, конечно. Это, кстати, очень тоже важно. Для никаких долг, тоже одна из наших идей была, что актеры должны отдать долг Иван Андреевичу. Пропуск буквально в театральный вуз. Вот. Поэтому у нас был большой проект запланирован. У нас был флешмоб, который еще можно, остатки его видеть в соцсетях. У нас сделали замечательный праздник от недели день рождения в нашем театре. Почитали пьесу, очень любопытную, современную, Нави Валлирк, Олега Михайлова. Мы вот... Потом некий хэппенинг на московском культурном форуме. У нас запланирована была лаборатория с молодыми режиссерами по драматургии Крылова. Дело в том, что Крылов гораздо более известен как баснописец, почти неизвестен как драматург. А он ведь на самом деле, если говорить об абсурде, это один из первых драматургов абсурда. У него есть пьеса «Пирог», который какой-то майонезко с Бекетом. Это абсолютно... Вот. Надеюсь, что эту лабораторию мы, может быть, даст Бог, если нас откроют пожарники, все-таки проведем. И... Ну, что нужно сказать, что мы решили вот еще танцевать от чего? Потому что никто не знает, где родился Крылов. В общем, известно, что в Москве, хотя некоторые люди спорят, в какой Москве он родился на Урале. Но мы решили, что где мог еще родиться Крылов? Как не в скатертном переулке. Скатертный, понимаете, у нас хлебный. Ну, как великий гурман русской литературы? Конечно, он родился в скатертном, где-то рядом с нами. Там еще и медвежий есть. А это, конечно, тоже такой был человек, которого сравнили с медведем не раз. Его фигуре. И поэтому мы решили, что вот это где-то вот... Видимо, на том месте, где сейчас стоит театр «Человек», видимо, там и стоял дом, в котором родился Иван Андреевич. Вот такую мы придумали себе легенду красивую. И будем дальше ее воплощать всячески. Ну, а все это к чему? То, что, в общем, этот год, мы работаем... У нас программа, знаете, такая нет, такого направления. Вот мы будем строить такой-то театр. Нет, у нас каждый год меняется направление. Мы определили художественное направление. И задачи меняются. Каждый год. Это интереснее. Это позволяет посмотреть, что было до этого. И можно составить планы, уже исходя из того, что сделано. Просто такой хороший план развития, который, так сказать, такой находится в постоянном поиске. Театр, который находится в постоянном поиске. Поэтому этот год у нас был объявлен. В отличие от многих театров, которые занимаются, так сказать, сейчас русской драматургией, мы занимаемся русской классикой. Многие занимаются современной русской драматургией, а мы занимаемся классикой. Да, современные. Новые драмы, современная русская драматургия. Ну вот, год русской классики мы провозгласили. Начали все с Крылова. Потом будет спектакль в постановке современного и интересного режиссера Даниила Чащина. Название которого не скажу. Дальше будет спектакль «Гамлет». Как ни странно. Тоже написанный великим русским драматургом. Да, да, да. Не будем говорить каким. Матрикоем, матрикоем. Да, да, да. Закончим мы еще одним спектаклем. Видимо, год у нас чуть подольше продлится. Театральный год. Продлится. Русской классики мы закроем. Потом, видимо, будем заниматься современной зарубежной драматургией. С семинарами. Тоже с такой, знаете, сдвижухой постоянно. Которая мне, например, очень интересна. Вообще, в принципе, артисты и театр должны быть постоянно в тонусе. И вот такой вот год изучения. Ну, пока, к сожалению, мы немножко прервались из-за технических каких-то неурядиц, которые, надеюсь, да, сейчас решатся. И мы уже пойдем дальше. Кроме того, у нас много специальных проектов. С нами сотрудничает и Сергей Старостин, и вот сейчас с замечательным Ольгой Матвеевым мы придумываем поэтический батл такой между поэтами и артистами. Ну, какая-то такая история. Классная история. Продолжайте. Большое вам спасибо. Так у нас еще самое-то главное. Ну-ка. У нас ждет, что впереди ждет? Международный театральный фестиваль, который будем мы проводить осенью. Этот фестиваль называется «Диалоги». Удачных вам диалогов. Большое спасибо, друзья. Владимир Скворцов, Александр Вислов на стране ФМ. Спасибо, до новых встреч. До новых встреч, спасибо вам. Первый и единственный в России музыкальный, информационно-развлекательный телеканал с синтронным вещанием в ФМ-диапазоне. Телерадиоканал Страна ФМ Один На всю страну Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok